Стрельба по окнам в последние дни прекратилась, рассказывает Алевтина Валько. А перед этим почти три месяца жили в страхе. В темное время суток то и дело щелкали выстрелы. Недавно, прибираясь на балконе, пенсионерка обнаружила пулю. Такими, по всей видимости, и стреляли по окнам. Видимо, был балкон приоткрыт, и вот-вот шарик нашли на балконе. Вот этот шарик, вот такими шариками стреляют в нас. Он металлический, по-моему. Напомним, на протяжении нескольких месяцев неизвестные обстреливали окна дома 35-2 по улице Старцево. Предположительно, из пневматического оружия. Пострадали окна с семи квартир. Жители обратились в полицию. Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано. Ущерб небольшой, 700 рублей, а они их найти не представляют возможным. Поэтому отказан в возбуждении уголовного дела. Однако стрельба по стеклам затем повторилась. И вторая проверка уже привела к возбуждению уголовного дела. В настоящий момент идет поиск возможного хулигана-стрелка, предположительно стрелявшего с верхних этажей противоположного дома. Калибр 4,5 мм, пневматическая пулька. Это распространенный боеприпас к пневматическому оружию. Пулю, найденную на балконе, осматривает инструктор по стрельбе Никита Соколов. По его мнению, скорее всего, стреляли из пневматического пистолета, аналогичного пистолета Макарова. Данная пуля имеет скорость из этого ствола около 110 метров в секунду. Это, в принципе, довольно опасно для стекла, но и также для органов зрения человека. По словам инструкторов по стрельбе, даже такая небольшая сферическая пулька калибра 4,5 мм может причинить вред человеку на расстоянии до 50 метров. После очередного обхода правоохранителями квартир в доме напротив хулиган пока себя больше не проявлял. Впрочем, местные жители до конца не успокоились и не исключает возможности нового обстрела. Евгений Гуляев, Михаил Асистров, Телевизионная служба новостей. Вот мне кажется,